Дорогие друзья, правительство гордится вашим активом под роликами, и поэтому дарит вам фемкомбайна. Вы только гляньте, какая ж... Интересно, чем вам в основном запоминается рубрика «Будни администратора»? Я вот, например, думаю, что для кого-то это хороший способ выучить правила. Для некоторых зрителей «Будни админа» могут служить руководством по тому, как попускать идиотов на сервере. Вот вам самый обыкновенный пример того, как частичка меня перекочевала в DarkRP. Какой-то чел откровенно нарушил правила, его забирают на разборки, предъявляют ему за нарушение, и тут он вкидывает фразу «А у тебя есть демка?» Казалось бы, разборка заруинена, но тут ему приходит ответ на вопрос. Отрицает ли он свое нарушение? В обоих случаях ответа на этот вопрос, результаты для реального нарушителя будут весьма плачевные. И угадайте, откуда эти все фразы перекочевали, правильно, из моих роликов. Так вот, к чему я клоню. «Будни админа» — это, считай, большая энциклопедия в мире Гаррисмода о дегенератах, которых вы можете тут встретить. Вместо глав тут каждый выпуск, а вместо объектов изучения — школьники, быдло и уроды. Сегодня я готов вам представить новую главу этого учебника, и будет называться она «Донатный куратор». Что может быть лучше, чем донатный администратор, который получает по щам за свои нарушения? В общем, погнали смотреть. Играл я на MagicRP. Ай-пи оставлю в описании. Вы чё, ебан? Алё, я вас взорву на... А где? А где, а где? Это не вертись, эти грюди отсюда. А, а мы... Нет, мы не воруем, нет. Действительно, а чё ты делаешь, что-то в маске там стоишь? А у меня маска? А как её снять? Да я откуда знаю. Как надел, так и снимай. Блин, а если я с ним родился, бился. В главных ролях самый конченый идиот в мире. Так, кажется. Всё, блядь, ну уже... А-а-а, что ты у меня дома вообще делаешь? За мной гнались зашесточённые дети. Можете, пожалуйста, выпустить я уйду? А как ты сюда попал? Ну, я запрыгнул через балкон и случайно к вам на этаж попал. А почему эти не увидели? Я стоял, смотрел через балкон. Серьёзно, вы можете спросить у людей, которые там были. Окей. Всё, спасибо. А теперь, ребята, тренируем память. Смотрим то, что они стоят в центре детской площадки. Это людное место. И они там перебирают оружие, а позже начинают перестрелку. То есть ни одного намёка на рейд нету. Просто ребята пришли постреляться. Запоминайте это. Кстати, вон он. Видите его? Ну, вон, иди работай, работай, работай. Вот, вот, это он. Иди работай. Ой-ой-ой-ой. А, что? Всё, всё, всё. Ой-ой-ой. А что ты делаешь? Я не могу понять. Стой, блядь. Алё, ебану ты. Ты что творишь? А вот этот стоп-кадр для тех, кто хочет самоутвердиться в комментах, искать то, что я нарушил ФРРРП. Да, я его нарушил. Ты. Йо, ты что делаешь? Ты стреляешь? Перестрелка была создана на ровном абсолютно месте. Вы могли это сами посмотреть. Если не поняли, перемотайте. Самое интересное то, что эта перестрелка началась в людном месте. А это уже по правилам сервера нон-РП. На эту детскую площадку можно зайти с двух сторон, также спрыгнуть с крыши, а также есть обзорные места с квартир в общаге. Повторюсь, никакого рейда не было. Это просто перестрелка, челики решили на бандитах постреляться. Ты, блядь, что ты... Ты с этой хуйней, блядь. Куда я тебя, блядь, стреляю, алло. Чё ты творишь? Только что моего челика, блядь. Какого челика? Это не я. Чел ставил челика. Точнее, мой тиммейт. Ставил челика сюда. Он его убил. Тут пришел полицейский, он по ним. Сейчас ко мне тэпишься, понял? Вообще, если честно сказать, я на тот момент ни хера не понял, но думаю, ладно, окей. Окей. Толя Флэтлайн тебя понял. Так, смотри, иди сюда. Чё за кое? А, ты меня помнишь? Всегда таких людей, которые заходят, начали просто подаймить. Просто подаймить. М? Чего? Забыл меня? Чё ты хочешь? Забыл? Ты меня забыл? Да я в душе не иду, кто ты, кто ты? Чё ты хочешь? Да, забыл. А не помнишь, как ты меня за дммодератора проверял? Тут, видимо, он меня с кем-то перепутал, с предыдущим челиком, который ему ввалил люлей, но я так и не понял, зачем он начал меня тэпать и выяснять отношения. Это как минимум странно со стороны куратора, пусть даже и донатного. Не помнишь? Вообще, у меня демка на это имеется. Меня развалили из-за этого. Да, вот. Я не разбираю меня. Я просто так. Попроси. Я его не тэпал. 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 Я не помню, что он до меня тэпался вообще, я не понял. Ты понимаешь, что из-за него меня забанили на первый момент, я написал ЧСВ, меня разбанили, и я ему сейчас говорю, да. Бля, подожди, стоп. Чё ты делаешь? Короче, вот что я делаю, уже тебя тэпать не должно. Чё ты хочешь от меня, я не могу понять. Чё ты меня тэпал. Подожди, как твой ник, старый, ник, старый? Можешь сказать? Да тебя тэпать не должно, как у меня ник. Чё ты ко мне тэпнулся, говоришь, летишь ко мне. Я к тебе тэпнулся, у тебя разговор какой-то есть. Чё ты хочешь от меня? Я? Я? Продолжай, заканчивай мысль, чё ты хочешь? Иди сюда. Я? Можешь пока нас оставить? Он же меня просто попросил поговорить. Если я не... Если... Если я не... Это... Что дальше, да? Если я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, а ты меня... Ты когда тебе судару так купил? Да когда надо, тогда я купил. Чё тебе нужно от меня, я тебя спрашиваю ещё раз. Ник твой старый, и всё. Я не буду тебе говорить свой старый ник. Почему? Потому что я не хочу. А вдруг это ты? Кто я? Я это я, я себя знаю. Бля, ты меня не знаешь, ты в принципе этого не должен знать. Кто я такой. Чё ты хочешь? Я ещё раз спрашиваю. Ник твой. Мой ник Толя Flatline. Старый. Это вот мой ник. Кстати, а чё у вас за перестрелка была? А, мы рейдили хату хотели зарейдить. Рейдили хату? Серьёзно? Угу. Хотели зарейдить. Я начал стрелять, по мне начал этот стрелять. Как там было? В фрейме. Мы когда рейдили, они были на балконе. А сейчас мотаете назад, там где началась перестрелка, где спрыгивает мент с балкона. И смотрите, где они были. Они были в центре детской площадки. То есть, никого они не рейдили, никакую дверь не ломали. Соответственно, уже с этого момента он начинает мне чесать про какой-то рейд, которого в принципе не было. Они вылезли, по мне со спаса начали стрелять. То есть, вы взламывали, вас начали стрелять, и вы начали отстреливаться в ответ? Типа да, типа да, типа да. Он спустился? А, типа вас-то не напугало, да? Не забываем то, что его утверждение, мол, они рейдили, это чистая ложь. А значит, то, что они ходили по людному месту с оружием в руках, это уже правило, но на РП. Но на детской площадке-то было, вас-то вообще не смутило? Так мы рейдили хату. Ну, вы во время перестрелки, что ли, взламывали дверь сразу опять? Нет. Ну, значит, рейда уже не было. Вы не начали его банально, не закончили. Нет, мы начали рейдить, потом этот выходит, как там его, в фрейме, и стреляет по нам со спаса. Ну, вы закончили рейд? Мы? Мы не закончили, потому что нас... Вот именно, рейда по факту никакого и не было. Вы ничего не сломали, нормально не украли. Я тебе еще раз говорю, он спрыгнул со спасом, либо я взламывал, я не помню уже. А я... Взламывал не ты, ты был за вора? Я нет, я не за вора. Ну, значит, ты не взламывал. Он уже тупо с этого момента начинает юлить, он не понимает, что он делал, он не помнит банально, что он делал в тот момент, хотя ситуация была буквально меньше 5 минут назад. После этого первая запись обрубается, и сразу же начинается вторая, потому что я иду чекать демку на предмет его обмана. А как оказалось, он нереально сидел чесал про то, что они рейдили, про то, что они там что-то взламывали. А, нет, там... Не, вы с самого начала стояли без оружия, чё ты меня наебал? В смысле? В прямом. Чё? Мы с оружием были. Тебе скринклинули, где ты был без оружия? Я, я типа говорю, ушел раз, ушел два, ушел три, он не посвящается, я его убиваю, и кто-то там взламывает, и вылетает в фрейме. А чё ты теперь другую версию рассказываешь? Ты мне фактически хотел наебать, ты мне говоришь, что ты с самого начала стоял там с оружием. Ну, я тебе говорю, мы ставили лицом к стене, типа, он не послушал, что я его убил. Этот факт мне к чему? Ты просто тратишь мое время. Я твое время не трачу тратить, ты его начал, когда хотел спросить меня, что у меня там за ник старый был. Я тебя еще раз спрашиваю. Потому что... Я сейчас смотрю демку, я вижу момент, где стоит полицейский. Я тебе про самое начало говорю на этой ситуации, когда еще были два взломщика там. Вот. Вы с самого начала ситуации там стояли. Ну, мы ставили... Мы говорили им, ушли. Или я... Нет, я одному говорю, ушел, мини-ган достал. Он не послушался, просто пошел вперед, я его убил. Потом вылетает со спасом этот... Фрейм... И начинает стрелять по мне. Меня кто-то убивает сзади. Если вы до сих пор не поняли, зачем я остановил, переслушайте его версию. Она отличается от той, которую он рассказал до того, пока я не посмотрел демку. До просмотра моей демки он говорил про то, что они рейдили квартиру и только тогда потом к ним прибежали полицейские. А в этом случае они сначала прогнали взломщиков, а потом уже началась перестрелка и про рейд он не говорит ни слова. Что-то еще. Значит, ты не стоял с самого начала с оружием в руках, да? Я стоял. Нет. У меня сейчас стоило. Как стоял, если... У меня вот демка на руках. Сейчас... Окей, хорошо. Чекай. Ты стоишь без оружия. А ты угрожал, кстати говоря, не полицейскому. Ты угрожал челу обычному. И вы в тот момент никого не рейдили. В курсе, нет? Я тебе могу напомнить, в принципе. Что я убил сначала типа потом убрал оружие и ко мне вылетел этот... Ну, я уже достала оружие и ко мне вылетел этот человек в фрейме и меня начал стрелять. Я тебе сейчас про другое говорю. Ты мне не слышишь, что ли? Ты миниганом угрожал, правильно? Да. На детской площадке, правильно? Да, потому что, чтобы они ушли, мы рейдить хотели. Еще одна остановка. Он уже настолько запутался в своем пиздеже, потому что он уже говорит, что они не рейдили, а только-только хотели зарейдить. То есть он уже несколько раз подтвердил то, что он обманул администратора во время разборок. Но вы еще в тот момент не рейдили, да? Нет, я начал взломывать, если я не ошибаюсь... Нет, ты не взломал, ты стоял с миниганом. Ты можешь конкретно к одной версии вернуться? Я твою версию слышал уже тысячу раз. Ты мне можешь на мои вопросы ответить? Я тебе говорю, вот вы стоите у меня на демке, ты угрожаешь миниганом, челам-взломщикам. Они убегают. Я взломщику угрожу. Я не взломщику угрожу. Я не взломщику угрожу. А теперь, что он говорил пару минут ранее? Нет, я одному говорю, ушел, миниган достал. Он не послушался, просто пошел вперед, я его убил. У меня на демке взломщики, вот эти вот в белом, в белых скинах с масками. я им не угрожал, я другому вообще человеку угрожал. А там никого больше и не было, кроме них. Потом только полиция пришла. Но в тот момент, когда вы угрожали им, никого не было. Но и рейда тоже не было. Получается, вы просто в людном месте, где есть выход на эту улицу с окон, с кучей окон и квартир, вы начали угрожать прилюдно, да? А можешь мне демку показать? Зачем тебе демку показывать? Ты не помнишь, что происходило пять минут назад? Ну, покажи мне демку. Что там? Ты не помнишь, что происходило пять минут назад? Я тебе объяснил свою историю, ну, покажи мне свою демку. Ну, все, ты объяснил свою историю. Я посмотрел демку и понял, что история неверная. Давай, бань меня. Я просто не буду говорить, что я сделала. Ну, ладно, давай, бань меня. А что ты сделаешь? Говори. Ребята, внимание, это нарушение правила угрозы снятия Если что, он ее типа завуалировал, но проблема в том, что он настолько тупой, что он не может нормально завуалировать угрозу Я не знаю, кто его дома пиздит, мать, батя, вообще без понятия, но кто-то его точно дома пиздит, что он не может запомнить, что происходило 5 минут назад Я ничего не сделала, я ничего не сделала, бань меня, давай, бань, бань У меня фул демка записалась, как мы там стояли И я уговорил лицо, ну давай, давай, и сейчас Ты мне сейчас другую вообще версию говоришь В смысле другую версию, я выхожу вот с того дома на балкон И вижу, что ты скачешь по улице с миниганом Бань меня, бань меня, у меня есть демка, понимаешь? Ну, на ней же то же самое Если ты мне не хочешь демку показывать, я сам покажу другому человеку, все, бань меня Что ты сюда рута купил, я вообще не хочу тебе ничего говорить, ты сюда рута купил? Я только потом понял то, что у меня админская привилегия такая крутая оказывается Это насколько она ему глаза мозолила, что он начал на ней заострять внимание Как вы, наверное, заметили, я мог его даже юзером, скорее всего, осадить Потому что, да я и в прошлых роликах так делал, мне не обязательно какая-нибудь супер админская привилегия Это мне что-то есть, понимаешь? В общем, какого рута? Это я даже неправильно Ты сюда рута купил себе И? И? И что? И, типа, ты рассказываешь мне другую историю И, типа, и говоришь, типа, у меня есть демка Ну, покажи мне эту демку Сейчас скажешь, не обязан, типа, хорошо, бань меня за махинацию Просто у меня демка записалась, я сейчас посмотрю У меня все другое Все другое прям? Что ты сказал? Хорошо, давай сверим, смотри Действие было там? Бань Ты что, тупой? Я тебя спрашиваю, действие было там? Если ты так решаешь, бань меня Я тебе вопрос задал Действие там происходило? Я не хочу тебе ничего говорить, бань меня А, так ты отказываешься дальше продолжать разборки, правильно? Внимание, на серваке есть правило, которое запрещает вам уходить от развлечения Разговора на админ разборках, если вы обвиняетесь в чем-либо В этом случае мне нужно составить материал, по которому я буду банить его А чел просто отказывается дальше говорить и просто кричит мне постоянно бань Не, ну а что мне еще остается делать, кроме как ему культурно намекнуть на то, что он еще сейчас может и это правило нарушить Тем самым поджечь ему жопу еще больше И в конце концов немного развязать язык Да? Ты меня угрожаешь сейчас баном? Ой, не угрожал баном? Я имею ввиду, что... Говорю ли я лицом к стене, он вот так вот идет Неадекватное поведение при разборе жалоб со стороны игрока И ухода от разборок Игнорирование администратора Бан от 1 до 12 часов Ты только что говорил, что не хочешь со мной разговаривать Давай, давай Я тебе сказал, потому что я тебе все рассказал уже Я тебе не хочу много раз говорить это Ты достал меня уже Чем я тебя достал? Ты ебану ты себя ведешь, ты мне говоришь про Дену Потому что ты покажешь другому администратору и все такое Ты в себе вообще? Как ты до таких умозаключений доходишь? Пизда, что ты хочешь от меня вообще после этого? Я тебе объясняю, в чем суть нарушений твоих, что ты сделал не так Ты мне начинаешь... Все, я заебался тебе объяснять Не пробиваем, что с тобой спорить? Ну давай, бань меня, бань меня, бань меня Я куплю раз бан и спокойно пойду Мне же на счету есть деньги Бань меня, давай А, хорошо, хорошо, хорошо Ты переводишь на другой разговор Ну покажи мне демку, давай Определись, ты демку хочешь, увидели, чтобы тебя забанили Да Бан ты уже не хочешь Я тебе говорю, хочешь бань, я все равно сейчас ухожу с бань Ты не хочешь отвечать мне на вопрос, да? Ты не хочешь продолжать разборку? Какой вопрос? Какой вопрос? Я тебе задал вопрос, что ты делал на вот этом фрагменте? Я достал просто крюк, когда не был полицейский, ты понимаешь? Достал ты крюк, затем ты достал миниган На детской площадке Ну, потом, да, потому что выполнили полицию И ты ее не испугался, да? У меня был миниган, я тебе еще раз говорю В людном месте У меня был миниган, они начали нас атаковать В людном месте, ты слышишь меня? Покажи мне демку, покажи мне демку В людном месте, ты еще раз говоришь То есть, вы возле двери стояли и ломали ее? Ты в этот момент достал миниган? Да Хорошо Не, если хочешь, бань мне Ну, не, кстати, вон он, видишь его Ну, вон, иди, работай, работай Вот, вот, это он Как вы видите, обман администрации налицо Никого он не рейдил Еще и обмана админа, бля У меня фу, демка записалась, где мы тамо даже были Тамо, тамо, бля Учись разговаривать Сейчас я тебя дискорд кидаю, добавляешь и смотришь, где ты обосрался Я тебе, а сейчас обрисую, все по пунктам, окей? Я не обязан тебя в дискорд кидать Ты мне уже кинул свой дискорд, ебанутый А вдруг ты меня спамить будешь? Все, можно Так ты не идешь в дискорд больше, все? Я не обязан в дискорд, а тебе вдруг ты меня... Ты сам просил показать демку, долбоеб Уже поздно Все, короче, нахуй, иди, чел Давай, давай А, бань тебе неадекват, не забанишь, я демку на тикет отправлю Ну, я и так отправлю, давай, удачи тебе А, то есть ты угрожаешь мне еще, да? Нет, я тебе сказала, я просто тикет напишу на тебе Потому что ты купил себе всю дорогу недавно и такой базарист, ты понимаешь? И что ты мне сделаешь? Маме пожаловаться Я на инсайдку пожаловалась и тикет Ах, ты наш грабитель младший, ну заплачь А, подожди Угроза администрации 0.16 Подожди, подожди Бан, 24 часа Потом у тебя уход от разборок, ты не хочешь продолжать разборки Ну, бань меня, я тебе говорю, ты мне... Не обману облинуйся Другую версию, я просто напишу тикет на тебя, потому что у меня есть записана демка Как у меня все тамо было И хули ты сделаешь? Шел хорош И хули ты сделаешь? Тикет на тебя напишу Тикет на тебя напишу Короче, ебальник, закрой свой свинота, блять, болотный житель, сука, со своей демкой Я твою демку и тебя, в принципе, в рот имел, понимаешь? Если ты нарушил правила многократно со своим дружком И еще сам до меня доебался Я тебе должен, типа, объяснить, там, какой у меня был старый ник Вроде нормально Да, 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 да Здравствуйте, на вас с жалобом... А, ладно Можно? Когда ты освободишь его? На него жалоба? Да, на него жалоба А я его сейчас на 36 часов баню Ну, когда забанишь, можешь, пожалуйста, этот, мне сообщить? Да, это вот буквально сейчас Вот подожди, правило же там какое-то есть, где чел неадекватно себя ведет на разборках И всячески уходит в разговоры 12 часов 12? 12 часов Закрой ебало, я не с тобой разговариваю Давай я сейчас позову Ебальник, закрой свой ТП, ТП Поплачь, блять Приветствую Короче, мы разбираемся, он плачет Он заебал уже меня Я ему объясняю Вообще, началось все с того, что он до меня докопался Мол, ты сейчас быстро ко мне тэпаешься И потом Потом получается Смотри Ага, ну он сейчас будет еще лишать Подожди, пусть он расскажет сначала Я расскажу, правильно? Да-да-да-да Ну он сейчас ебальник, что он не закроет Я поэтому на всякий его пока что в мут кину Вот Началось все с того, что я был свидетелем нарушения правила ННРП Они, как он говорит, рейдили квартиру Вот ту Вот ту Которая подъем имеет на небольшую крышу Правильно? У меня на демке видно то, что они нормально к этой квартире не подошли Но он бегает по детской площадке Перебирая оружие То СВД То крюк То миниган Это на демке у меня все записалось После чего они начинают перестрелку с полицией Его не смутило то, что перестрелка происходит на территории детской площадки Что в принципе, во-первых, является общественным местом Во-вторых, является местом таким, у которого есть выходы для просмотра Вот те, вот те, вот там тоннель, вот там тоннель Может быть даже вон там С учетом того, что квартиру эту еще не рейдили и не ломали Я это учел, но еще не успел я даже нормально взять профу админа Или же подать на него жалобу Он тэпается ко мне тут же Выходя из РП профессии Подлетает ко мне, говорит Мол, ты сейчас ко мне быстро тэпаешься Надо поговорить Я думаю, ну ладно, я тэпаюсь Он начинает мне расспрашивать про то, какой у меня был раньше ник Вот, он начал вспоминать там Как его кто-то там когда-то забанил В общем, мне какую-то он хуйню несусветную начал гнать про это И говорит, типа, называй свой старый ник У тебя очень похож голос Но я ему, в принципе, его не обязан называть Потом я начал ему задавать в ответ вопросы насчет этой РП ситуации Ну, хотя РП ситуации-то с натяжкой назвать можно На что он начинает мне рассказывать вообще полную хуйню Мол, они рейдили эту квартиру А полиция пришла в этот момент, как они уже рейдили эту квартиру Но у меня на демке видно то, что полиция То есть кто-то из вас, может быть, даже ты Вот оттуда уже подходил к ним А он вот здесь вот бегает По центру, возле песочницы С миниганом То есть возле двери они не сидели Они не ломали двери Вот, смотри Получается, скажу для начала так Что если ты видишь нарушение И ты считаешь, что действительно игрок нарушил То ты можешь выдать ему наказание И даже, ну, как бы, не разбираться в ситуации То есть, потому что ты увидел это И ты понял, что он нарушил Да, но тут вырисовывается несколько разных других интересных моментов Тебе, как, перечислить все? Ну, давай Ну, вот смотри Я ему задаю вопросы конкретные, касающиеся этой ситуации Он мне говорит, что, мол, они рейдили На демке не видно, чтобы они рейдили Я выхожу, начинается перестрелка А перестрелка начинается Даже не возле двери, когда их палят на взломе Они не ломали двери Рейда не было как такового Просто начали стреляться из ничего Бандиты в людном месте Это первое на НРП Второе, это то, что он мне утверждает одно А на демке у меня совсем другое Это уже, считай, идет как, ну Какой-никакой, да, обман администратора Я ему пытаюсь это объяснить Что то, что он говорит, в принципе, является неправдой Насчет этого Он мне начинает угрожать снятием Он говорит, у меня демка на тебя пишется Я скину ее администратору Начал мне говорить про то, что я там купил какую-то привилегию То, что я неправильно базарю Ну, то есть он, я не пойму, зачем он вообще рот свою гнило открыт Я ему объясняю про нарушения Он мне говорит там про снятие и про прочую хуйню Потом я говорю, давай уже все Ты настаиваешь на том, чтобы пойти в ДС Показать тебе демку Говорю, давай пойдем Такой, нет, я не буду с тобой разговаривать Все, теперь поздно Показывать мне демку Все, теперь бань меня Я куплю разбан Мне типа похуй будет И я еще плюс на тебя подам ЖБ У него получается махинация Это бан от одного дня до четырех дней Это если он тебя обманывал именно в ситуации И можно приписать ему 0.16 Это как бы угроза администрации Поскольку ты как бы можешь и в РП разбираться Поэтому я думаю, это так будет Ну, теперь пусть он объяснит Давай, сейчас я с него мут сниму Смотри, хорошо Бань меня за это Ну смотри Во-первых, я тебе не угрожал снятием Я просто сказал, я на тебя деньги напишу А во-вторых, ты меня обозвал Я говорю, забань меня сейчас в Рэйме Либо он меня пусть забанит Но у него тоже неадекватное поведение Он меня оскорблял на разборках Так что все Я ничего не имею А как я тебя оскорбил? Пусть он тебя не буду называть В смысле? Потому что у меня родители спят Ну ты можешь шепотом сказать, я не знаю Ну в чат-то да напиши Должна же быть смекалка какая-то в конце концов Ты меня гнилой тварью сказал А чё ты не тварь? Ты ведёшь себя как тварь У тебя поведение как твари Бан 12 часов Ну, нет, у тебя больше бан, кстати Мне похуй Меня разборили, я ищу на учителя Мне похуй бани себя бань на 12 часов 12 часов за чё? За то, что ты себя ведёшь как ебанутый? Ты тут горланил во всю глотку Пока он в фрейме не пришёл Я не знаю, если честно, кто он Но, видимо, ты очень сильно ссышься Когда он тут рядом стоит Он тебя кормит, признайся Не в обиду, если что Он тебя кормит, да? И поэтому ты так тихо себя ведёшь 200 IQ ответы, чек Ну, я щит... Ну, как бы, вот и всё, в принципе Я думаю, закончено Покормили добренько Вот я снова у себя дома Решение высшего состава О поведении на сервере Махинация неодекватна поведение Супер Ты хочешь меня ограбить?